Устала плохо, начала здесь очень сжечь, прямо как свечкой. Ну, вырвала, два дня рвала и пришлось вызвать скорую, потому что уже сил не было. В животе болею, под сердцем обычно, под боку болело сильно. А какие боли были? Ну, то резкие, то тупые, то температура, у меня плохо было. Так пациенты характеризуют боли в животе. Неприятные ощущения от легкого дискомфорта до сильной и интенсивной боли. Она может быть приступообразной или хронической, ноющей или режущей. А причины могут быть разные, от аппендицита до гинекологических заболеваний и рака. Это, ну, в большей степени, конечно, это все хирургические патологии органов живота. Это и острый аппендицит, это и перфоративная язва, это и острый холецистит, и острый панкреатит. Да, и кишечная непроходимость. То есть это все то, что требует немедленной госпитализации и чаще всего немедленной операции. Первое место среди частых патологий занимает острый аппендицит. Примерно 80% случаев. Большинство пациентов относительно молодые. С каждым годом количество острых аппендицитов растет, зачастую виной всему питание. Употребление жирной пищи и переедание приводит к воспалению аппендикса. Холецистит. Воспаление желчного пузыря и одно из наиболее частых осложнений желчнокаменной болезни. Камни в желчном пузыре повреждают его стенки и мешают оттоку желчи, из-за чего начинается воспаление. В случаях осложнений, если конкременты все-таки выходят из желчного пузыря и попадают в общие желчные протоки, то развивается одно из наиболее тяжелых осложнений – это механическая желтуха. Когда особенно опасные мелкие конкременты, они выходят в протоковую систему и блокируют всю желчную систему печени. И тогда желч не имеет свободного хода и не может попадать в кишечник, и она всасывается в кровь. В таких случаях пациент желтеет. И это является срочным показанием к оперативному вмешательству. Кроме того, холецистит могут вызывать и паразиты. Панкреатит. Воспаление поджелудочной. При заболевании поражаются ткани железы. Причины – нарушение оттока пищеварительного сока из поджелудочной железы в область 12-перстной кишки. При этом ферменты активизируются раньше времени и начинают перерабатывать окружающие ткани. Более характерный симптом – не просто боли вверху, а опоясывающие боли с отдаванием их в спину. Прободная или перфоративная язва. При заболевании в стенке желудка или 12-перстной кишки образуется дефект – сквозное отверстие, через которое содержимое органа вытекает в брюшную полость. Чаще всего возникает у людей, у молодых людей, чаще у мужчин, ввиду наличия язвенной болезни. Как правило, прободение язвы характерно больше для весеннего и для осеннего времени года, потому что, как правило, происходит обострение язвенной болезни. Наличие острой или хронической язвы желудка – один из главных факторов риска. Однако сейчас, благодаря современным препаратам, диагноз перфоративная язва, пациенты слышат все реже. Еще одна частая причина беспокойства живота – кишечная непроходимость. Состояние, при котором серьезно нарушается или полностью прекращается продвижение пищи по кишечнику. Чаще заболевания встречаются у пожилых людей и у тех, кто перенес операции на желудке или кишечнике.